Здравствуйте, друзья! Белгородская Народная Республика объявила о начале спецопераций в Белгородской области. Губернатор, упавшим растерянным голосом, пытается всех успокоить и говорит, давайте после совещания. Десять минут назад есть вопросы и сейчас идёт ещё. То есть пока не понятно? Да, потому что пока сообщение по одному дому только вот пришло и тревожные вести из воинской части. Понятно. Да лучше тогда после окончания планёрки. Камеру выключите и бутылку мне принеси. Лжедве сразу. Россияне, не интересующиеся политикой, идут и интересоваться в бомбоубежище. Губернатор попросил тех, кто может уехать самостоятельно, уехать на машине. В результате те, у кого есть машина, попали в пробку из самих же себя. Те, у кого машины нет, массово вывозили на автобусах. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Хочу сказать, что специальные военные операции идут в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Эвакуация из Белгородской области началась строго по плану. Все задачи успешно решаются. Дорогие друзья, нахожусь сейчас в Гроворонском округе. Ситуация здесь продолжается оставаться крайне напряженной. На территорию вошла диверсионно-разведочная группа. Министерство обороны, все силовые структуры выполняют свои боевые поставленные задачи по защите нашей страны. Все нормально, Минобороны работает, силовики работают, все будет хорошо, сказал губернатор и посмотрел в пол. Большая часть населения покинул территорию, у кого нет возможности помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность покидает на личном транспорте. Одна маленькая ДРГ зашла в огромную Россию, которой боится весь цивилизованный мир. Все, в России эвакуация. Продолжается эта масштабнейшая накачка вооружениями Украины, эти новые американские комплексы ПВО. Ну их пока нет. Которые, как вы сказали, мы пощелкаем. Ну конечно пощелкаем, 100%. Ну конечно пощелкаем, языком так. Клац-клац. Жителям Ямала Ненецкого автономного округа начали раздавать электронные сертификаты для оплаты продуктов. Регион, который занимает одно из первых мест в России по запасам нефти и газа, первым вводит продуктовые карточки. Совпадение? Подумайте. Родственники Лаврова, которые решили сыграть свадьбу в Грузии, вместо «Горько-горько» услышали «Валите обратно в родную гавань». Свадьба отменена. Взяли билеты на обратный рейс. Здравствуйте, друзья. 13 часов по пекинскому времени в Китае завершился двухдневный саммит стран Центральной Азии и Китая. Я хочу обратить внимание на самое главное. Туда не пригласили Россию. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что Россия является хозяйкой географически, территориально одной из самых больших азиатских частей суши на планете. Не то, что Путина не пригласили ни Лаврова, никого. Понимаете, да? Вообще даже приглашение не прислали. Это говорит о том, что хозяин всей России, улыбчивый господин Си, он хозяин России на самом деле, решил так. А зачем мне приглашать вассала, если по всем законам имущество вассала – это имущество господина? Из этого следует, что великая, великая Россия со второй армией мира оказалась, сейчас я вам скажу где, оказалась ни в Европе, ни в Азии, она оказалась между, то есть где-то в промежности, оказалась благодаря усилиям Плешивого Вовы. Дорогие друзья, мы с вами купили для Вооруженных Сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов – это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. И я хотел бы, чтобы мы с вами купили для Вооруженных Сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча «Гордон Шоп». Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите? Столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин «Гордон Шоп», покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки «Гордон». И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Главарь мафиозного клана поздравил главаря незаконного бандформирования с захватом Бахмута, который никто, кроме этих двух, так не подтвердил. Бахмут. Бахмут is a discussion about whether or not it's been lost or whatever. And, well, the truth of the matter is the Russians have suffered over 100,000 casualties in Бахмут. It's hard to make up. It's hard to make up. So, whether or not there is, there are troops in Бахмут, occupying, there's not many buildings left standing in Бахмут. It's a pretty devastated city. But they have been able to move in a direction that they've been able to lock down an awful lot of the Russian forces, including the Wagner group. 100,000 человек положили, чтобы захватить город, который находится в низине, который простреливается с возвышенностей со всех сторон, и в котором теперь нет никаких зданий, в которых можно укрыться от обстрелов. Вторая армия мира. Великая держава. Вот дома, смотрите, это жилые дома, посмотрите. Это самый центр города Северодвинск. Сейчас я вам улицу покажу. Полярная, 34. Ну и дальше вот такие дома. Это тоже, кстати, самый центр города Северодвинска. Это улица Полярная, дом 26. Перекресток с улицы Лесной. Прям самый центр. Вот видите, вот туда вот он идет. Вот здесь живут люди, смотрите, видите, там горшки стоят, антенна. В этом доме живут люди. Этот дом уже, наверное, не живут. И в этом, наверное, уже не живут. Но он стоит, тем не менее. В общем, ребят, я не знаю, вот. Ну как-то так. Как-то так. Как-то так, в общем, живут люди, которые не интересуются политикой. Как-то так. Привет, обманутый россиянин. Привет всем зрителям. Хочу показать, как живет загнивающий бездуховный запад, который уже без скреп, скоро развалится. Это вот деревушка. Такая небольшой поселок. 8 тысяч человек. Германия. Земля. Северный Рейн. Вестфалия. Пожалуйста, смотрите. То, что вот так вот стоит на улице, это люди выкидывают. Для мусорных машин, которые крупногабаритные, приезжают, мусор собирают. Можно, пожалуйста, взять себе диван, там тумбочку, машину, коляску. То есть это и часто на улицах такое, что идешь, можно встретить, стоят коробочки со всевозможными предметами. Там домашние вытворили, либо что-то еще. И написано, пожалуйста, бесплатно берите. То есть люди покупают новое что-то, старое как бы на улицу дают, забирайте. Пожалуйста, ездит робот-газонокосильщик. Очень у многих семей здесь такие, наверное, у половины, если не больше, косят травку. Чистенько, культурно. Круто. Люди живут, умеют жить, ценить жизнь. Вот это вот я повторяю, небольшой поселок, здесь живет порядка 8 тысяч человек. Я не видел здесь каких-то бизнесменов, олигархов. Пожалуйста, стоит Тесла. Ну, в принципе, все как у нас. Наверное, ничего нового, все точно так же. Только в любом российском городе будет гораздо лучше, естественно. Количество машин просто зашкаливает. Поэтому вот так вот живут эти бездуховные европейцы. Но ничего, зато у нас есть духовные скрепы. Скочно живете, бездуховные европейцы. За халявный диван никто не дерется. Мусора на улице нет. Дороги ровные просто до безобразия. Как вы там живете, не представляю. Дороги ровные. Дороги ровные. Продолжение следует...